Да, коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. И приветствую вас. Знаете, я посмотрел, очень интересно, содержательно, поскольку для нас, для нас социологов, важно посмотреть междисциплинарный характер проблем, которые здесь поставлены. Это очень важно. И я считаю, что мы вносим такой социальный аспект нашему разговору. И моя задача несколько не только теоретико-методологическими вещами грузить, я прям рад, что здесь аспиранты, для них какой-то опыт будет. Нет, для нас вещь другая, просто показать возможности и нашего университета региона, и в том числе лаборатории социологии народного образования Алтайское государственное периодическое университет. Мы занимаемся несколькими направлениями, но ключевое это социология образования и проблемы из социологии молодежи, непосредственно то, с чем я вам хотел сегодня здесь представить, материалы наших исследований в области изучения исторической памяти. Это тема моя по диссертации, кандидатской работы, сейчас докторской, как вы понимаете, мне очень всегда интересно, на мой взгляд, психолога на эти проблемы. И бой сильный тогда, когда он носит междисциплинарный характер, историки видят так, что память, философы по-другому, психологи и так далее. Очень интересно. И вот на протяжении уже ряда лет лаборатория провела ряд исследований. Первый момент касался теоретико-металлогических построений вообще, что касается исторической памяти. Вы видите сейчас, какие бои идут на арене наших политиков, что творится у наших соседей Украины и что вообще с памятью. Знаете, 2008 год в классическом Санкт-Петербургском университете и они тогда с больными глазами пытались нам донести, что там происходит с памятью. Как она там реконструируется и скоро будет война информационная и друзья ловить. Ну правда, 2014 год, вот оно поколение молодых, где им поменяли просто такой формат. И связанный с процессом, который вот я сейчас представляю, это изучение процесса функционирования памяти исторической и процесс ее формирования. Вот относительно социологических исследований на уровне нашей регионе. Я вам сейчас просто зачитаю и покажу результаты отжимы. И такими словами, что с исторической памятью молодежи Алтайского края? Какая? Вот социальный аспект. Я не стал тут говорить о том, что вещи звучали, понятия социального, да, там вот комплексы социальные, сексуальные еще звучали. Вот методологическое слово четко представляет. Что есть социальность вообще? Вот социальная психология, вот эти моменты серьезные. Мы построили, разработали механизм измерения памяти, социального измерения. Через теорию социальной инерции, разработанной нашими социологами отечественными, Григорьевым, Батвеевым, шкалу свою, как социолог может память изгнить, содержать. Ну, такой методологический ход был сделан. И мы решили показать или взять, вот советская эпоха и переходящая, и сегодняшняя, как ее принято сегодня условно могут и делить, что в памяти осталось советского периода, что, будем так говорить, пришло еще здесь, да, и что хранится в памяти, можно ли и как управлять этой памятью. Вот взгляд социальный, я повторяюсь, потому что не теряться, да, вот эти вещи мне приятно, вот я еще раз говорю, психолог, что-то говорить, и рад, что мы такую социальную основу доносим. Вот такой инструментарий и методология были построены. Второй момент, второй этап – это содержание исторической памяти. Мы внедрились, углубились и больше посмотрели функционирование исторической памяти. Знаете где? Латентно, в жизненном самоопределительном. Вот не на уроках истории, а где это вообще? И посчастливилось сюда приехать коллеги благодаря поддержке РГНФ, грант, заявка на грант у нас была «Социальное здоровье в жизненном самоопределительном, ой, прошу прощения, в ценностных ориентациях исторической памяти и социальных практиках современной молодежи». Увидите, посмотрите. И здесь мы уже делаем разворот на таком важном показателе, историческом памяти, как показатель социального здоровья. Вот здесь я не помню ни о чем, да, или меня не интересует вопросовая, кто мои корни, вот я социально здоровый или не социально здоровый. Теермины социального здоровья в том числе мы разработали, вышла статья в этом году, теоретика Вакуевская публикация, показатели социального здоровья. Что есть показатели, критерии. Вот сегодня тоже, кстати, у предыдущих коллег звучали моменты, да? Прежде всего всегда нужно четкость, критерии, показатели. Они не есть, я не буду сейчас над этим просто останавливаться. Но можно сказать, да, вот момент серьезный, вот относительно выявленного содержания, хочу сказать, ну вот с позиции теории социальной, где мы брали дихотомию традиционной инновационной ценности, вот с этой позиции, посмотрите. Платентное проявление исторической памяти, еще раз повторяю, не на урок. Что происходило? Вот смотри, историческая память четко локализуется в различных социальных группах молодежи, дифференцированных по признакам, по тип поселения, тип образовательного учреждения. Вот пример. Девушки в большей степени инерционные, сохраняют традиционное содержание исторической памяти, а юноши имеют более инновационный характер. Представьте, вот у нас, что у нас, что у нас, ну вот это очень четко, спросите, вот память, она вообще, как филон, да, более, так сказать, ориентирована к тому разным тоже социальных групп. Историческая память более устойчива у сельских школ, уменьшива у городских выпускников. Можно с осторожностью сделать вот, что сельская молодежь в сравнении с городской более инновационной, в большей степени является хранителем исторической памяти. Выпускники гимназии, лицеев являются менее инновационными, их историческая память менее устойчива, подвешена более быстрым изменениям и меняется быстро. Мы выделили структуру, вот этим долго работали понимание исторической памяти, ее фикс, вот где, какие проявляются больше, где какие меньше, если говорить о том, как управлять памятью. Сегодня это вопрос открытый, одно из направлений, мнемосоциологии активно развивает. И вот еще один важный момент в методологическом, есть два-три аспекта, мы выделяем, по крайней мере, поведенческий, эмоциональный, психологический, ой, поведенческий, эмоциональный, мировоззренческий. Так вот, знаете, важно, меняется, эмоции меняются, поведенческий, а мировоззренческий остается в трех поколениях нашей молодежи. Я про регион Алтайского края. То есть получается, мировоззренческое составляние, она остается очень устойчиво. Да, да, очень устойчиво. Меняются эмоции. Ну, как-то и про эмоции отдельно, да, если про память забыли. Следующий момент. Про содержание. Сейчас я уже заканчиваю. Про содержание. Мы проследили содержание. Знаете, получается вещь вот такая. Знаний очень мало, чисто исторических знаний. Мы разные проводили исследования, 14-15-го года, выборка серьезных за тысячу человек, это выпускники школ Алтайского края, в статье это все есть, ссылки на все исследования, и студенчество, вот, за несколько лет. Выявили, знаний мало, интересуются истории, 70% сегодня не интересоваться как показатель патриотизма, кстати, на первом месте. Интересоваться, как показатель, но они не знают истории, но при этом очень сильно оценивают, оценка вообще зашкаливает. Страны, 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 да, страны, и еще немаловажный момент, смотрите, не знают, но оценивают, один момент, и ядро исторической памяти, это мы спрашивали разную в том, что он, это память о Великой Отечественной войне. Даже этнический момент, у нас там казахи, представители, других этнических общностей показали, что у нас праздники на первом месте выше, чем национальные, которые, вот, ну, приграничная зона, там, у нас с Казахстана стоят больше. То есть вот эти содержательные вещи очень серьезные. И она настолько персонифицирована сегодня исторической память в содержании, что вот персонам, личностям у нее нравится большой аспект, но процесс и так далее, особенно экономически, мало интересует. Сейчас вот 17-й год, мы проводим исследование о исторической памяти событиях 17-го года вообще. Что 17-й год для современной молодежи? 17-й год, 1900. 1900, конечно же. Вот что с этим происходит и как. И отдельно еще направление касаемо семейной исторической памяти. Ну, здесь чуть вот скажу о том, что я в этом направлении продвинулся очень, так сказать, ну, благодаря Санкт-Петербурге. Считаю, что далеко это отдельный вид памяти исторической. Семейная историческая память вышла по сути, да. И я всегда вспоминаю о том, чтобы научить любить свою Родину, свою историю, нужно знать свою, своей семьи, своего рода. Печаль. Известный социолог Жан Терементьевич Точенко, если слышали, знаете, в своих исследованиях 90-х, показывал очень историю, чуть ли не до вот этого беспамятства явления монгуртизма. И он даже говорил о том, что вот понятие, да, аназогнозия социальная. Вот, то есть мне говорят, я больной, то есть, да, я не ощущаю, я говорю, что не-не, я не больной, я не хочу, не пойду, не больной. К сожалению, Иванов, не помнящих родства, получается достаточно много. Достаточно, но я хочу сказать тенденцию по нашим регионам. Есть, есть позитивные моменты, есть. Может быть, этот бессмертный полк, я имею в виду акция. Совершенно. Вот некий поворот сегодня происходит, и мы пытаемся этот динамик подслеживать. Смотрите, у нас панельное исследование, ангитюд закидываем. То есть мы, получается, меняем социально. Вот, и тем более уроки в школе это одно. А что с памятью там, вот здесь, где? Что с этим феноменом, так с социальным феноменом памяти. Вот нас эти вещи, коллеги, интересуют. Спасибо за внимание. У меня была целая задача показать направление возможностей просто ребенка.